Добрый всем вечер, приветствую вас на воскресном вебинаре. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно, видно. И у нас с вами есть контакт, как говорится. Ага, благодарю вас. Итак, друзья, меня зовут Гузелия. Со многими вами мы, наверное, уже знакомы. Но если вы впервые присутствуете на нашем воскресном вебинаре, я попрошу поставить в чат двоечки. Двойки для того, чтобы мы понимали, поприветствовали новичков, ну и, собственно говоря, примерно понимали, как вести наш вебинар. О, отлично. Замечательно. У нас есть и новички. Так, фонет. Сейчас попробуем настроить. Секундочку. Так. Ну, сейчас должно быть немножечко получше. Итак, давайте я в двух словах представлюсь, и мы с вами начнем. Меня зовут Гузель. Я являюсь партнером группы компании Skyway. И сегодняшний вебинар у нас посвящен такой теме, как финансовая грамотность. Мы с вами живем в тесном соприкосновении с таким явлением, как деньги, как финансы. Ну и, собственно говоря, финансовая грамотность является неотъемлемой частью жизни каждого человека. И сейчас я представлю вам своего коллегу, который, собственно, и будет вести вебинар. Это Виктор Тарасов. Если вы еще с ним не знакомы, я немножко представлю. Виктор является профессиональным трейдером с 19-летним опытом работы на фондовом рынке. Сейчас он является также официальным преподавателем Московской биржи, а также плотно сотрудничаем с такими финансовыми организациями, как Зербанк, как ВТБ, Банк Открытия и так далее. Виктор, я попрошу тебя к нам подключиться. Всем добрый вечер. Мы сейчас начинаем наш вебинар по финансовой грамотности. Да, Гузель? Виктор, и по традиции начнем с такого вопроса, что такое финансовая грамотность? По твоему мнению, насколько она необходима современному человеку? И вообще нужно ли каждому из нас постигать эту науку? Расскажи, пожалуйста, вот свое мнение по данным. Финансовая грамотность – это такое небольшое искусство, которое, по сути, доступно каждому, но не каждый с ним способен справиться. То есть управлять денежными средствами так, чтобы в будущем эти денежные средства работали на вас. То есть все достаточно просто. То есть нужно понимать, что те доходы и расходы, которые у вас есть в конкретный момент, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, доходная часть не страдала. То есть чтобы получалось таким образом, что вы, имея возможность зарабатывать в настоящем, могли обеспечить себя, ну, скажем так, не совсем даже на старость, да, а значительно раньше старости и обеспечить на много-много лет вперед. Желательно, чтобы даже, ну, скажем так, на следующее поколение даже досталось, да, вот. А для этого нужно, по сути, сделать небольшие, очень полезные шаги в этом направлении, да. То есть финансовая грамотность очень важна для того, чтобы обеспечить свое будущее, особенно будущее, ну, ближе к старости, так скажем, да. То есть, ну, и если в нужных моментах помочь детям, чтобы дети потом в будущем помогли, естественно, вам, да. А без финансовой грамотности сейчас уже, наверное, жизнь представляется, скажем так, определенной роскошью, да. То есть если не грамотно пользоваться финансовой грамотностью или ей не пользоваться совершенно, да, то есть инструментариями финансовой грамотности, то, соответственно, я считаю, что будущее будет не таким хорошим, как вы бы его хотели видеть. Притом неважно, какое будет хорошее будущее. То есть вы можете очень много зарабатывать, а грамотно пользуясь финансовыми инструментами, да, это будет лучше еще. Вы можете относительно мало зарабатывать, но грамотно, используя, соответственно, возможности, которые существуют, тоже зарабатывать в итоге больше. Тяжело, сразу хочу сказать, в этом ничего нет. Нужно просто дисциплинированно, что, наверное, самое сложное, выполнять определенный ритм, определенный алгоритм действий. Виктор, когда говорят на такую тему, как финансовая грамотность, скажем, ее частью является такое понятие, как инвестирование. И почему-то у многих людей понятие инвестирования связано с какими-то крупными вложениями. То есть, якобы это доступно только людям, которые, скажем так, зарабатывают миллионы и миллиарды. Насколько это действительно соответствует реальности и насколько понятие инвестирования, в принципе, связано с доходом человека. То есть, может ли человек, не являясь владельцем миллионов и миллиардов, в принципе, начать постигать такую науку? Да, Гузель, ну, смотрите, финансовая грамотость и накопления, которые необходимы для ее грамотного применения и использования, естественно, не возникают из миллиардов. Конечно, бы очень хотелось, чтобы эти миллиарды уже были и действовать с них, но изначально тоже нужно с чего-то начинать. Да, то есть, так как, соответственно, добыть нефть во дворе своего дома мы, скорее всего, не сможем, да, то есть, и придумать какие-то новые изобретения, да, то нам, скорее всего, нужно умело пользоваться теми возможностями, которые, соответственно, существуют в мире. Чтобы грамотно пользоваться этими возможностями, для начала нужно накопить некий начальный капитал, да, то есть, ну, подушка безопасности, самое первое, что нужно сделать. То есть, что нужно сделать? Для начала нужно попытаться понять свои доходы и расходы, да, попытаться понять, где мы можем, в первую очередь, увеличить доходы, да, и, во вторую очередь, подсократить плановые расходы, вот. Ну, еще лучше поработать в направлении доходов, почему? В этом направлении всегда возможностей больше, и они, как бы, создаются легче, чем сокращение расходов, вот. Но немного в стабилизации расходов тоже поработать, естественно, можно, да, то есть, как вот различные финансовые специалисты рассказывают, да, можно где-то использовать какие-то скидочные карты, где-то можно использовать какие-то акции определенные, можно еще что-то, то есть, но определенный доход это может создать вам, да, но самое главное, это не столько даже сокращение расходов, как таковое, да, сколько дисциплина в реализации этой задачи, да, а попытаться увеличить, соответственно, свои доходы, да. Опять же, кардинально увеличить доходы в несколько раз невозможно, это, как бы, наверное, не требуется, да, но, я вас уверяю, потенциал процентов 20, 10, 15, 20 всегда существует. Просто им нужно воспользоваться и, ну, скажем так, основная проблема – это лень. То есть, причины, по которым мы не хотим увеличить свой доход – это лень. Вот. Нам всегда кажется, что все, что у нас есть, достаточно, но всегда можно сделать немножечко больше. Хотя бы начать немножко больше. Это первое. Вот. Дальше. Таким образом вы сможете высвободить относительно небольшие денежные средства, которые за несколько лет, за несколько лет вполне можно создать как подушка безопасности. Для чего нужна подушка безопасности? Мало какая ситуация может у вас возникнуть, да, так вот. Вам вполне могут понадобиться денежные средства, на которые вы сможете прожить, скажем так, не влезая в долги, в рамках полгода-год. Накопив такие денежные средства, да, то есть, ваш бюджет, скажем так, на 6-12 месяцев, вы поймете, что теперь эти денежные средства должны не просто так лежать, допустим, да, то есть, или там просто в банке храниться где-то, да, а более выгодно их, соответственно, размещать по различным инвестиционным идеям, да. И вот эти инвестиционные идеи, понятно, что бывают очень крупные, где требуются очень большие суммы, да, но есть достаточно интересные проекты, где суммы большие изначально не требуются. И вот по мере вашего капитала вы, соответственно, эти небольшие суммы будете размещать. Поэтому для правильного использования финансовой грамотности изначально большие капиталы не нужны, но стремиться к созданию достаточно большого капитала, естественно, нужно. Почему? Потому что чем более крупный у вас капитал будет, тем у вас появляются две шикарных возможности. Первая возможность, вы что можете сделать? Вы можете действительно поучаствовать в крупных проектах, в которых более мелким инвесторам использовать, ну, просто не удастся, да. И второе, вы сможете провести грамотную диверсификацию, то есть распределение между несколькими проектами. Для чего это делается? Как правило, распределение между несколькими проектами дает возможность чувствовать себя более уверенно при их реализации. То есть если где-то что-то даже произойдет не так, как вы думали, то это не координат. Виктор, то есть если я правильно поняла, к примеру, цифра, грубо говоря, если мой заработок, доход в месяц составляет порядка 30 тысяч рублей, то мне нужно стремиться накопить, скажем, такую сумму, которая равняется 360 тысячам, то есть моему годовому доходу. И, соответственно, эту сумму, то есть она не под подушкой же должна лежать, она же должна как-то работать. И эта сумма уже не везет. Да, Гузарин, абсолютно правильно, да. То есть в данном случае вы приводим уже крайний случай, да, то есть хотя бы с полгода. То есть, да, то есть если в 30 тысяч, допустим, есть, то сумма, допустим, 1180-360, да, то есть вот из этой цели, да. Ну и понять, что эти денежные средства, чем меньше эти суммы, тем более рискованно, более ответственно и инновационно можно к ним подходить, да. Ну и тем более, если считать, что Гузарин, вы находите еще в самом, как говорится, начале вашего пути по финансовой грамотности, то эти средства можно использовать достаточно агрессивно, да. То есть не просто положить в банк и хранить их, да, то есть эта задача, в принципе, ближе к пенсии станет уже, да, а более грамотно и агрессивно использовать их в различных инвестиционных идеях, инвестиционных процессах и проектах. Виктор, тогда какие же есть варианты, то есть я предлагаю, чтобы мы сейчас рассмотрели непосредственно несколько вариантов, куда вот эти деньги, скажем, можно инвестировать. То есть какие варианты, в принципе, существуют и рассмотреть их с точки зрения плюсов и, в том числе, конечно, с точки зрения минусов. И первый, самый такой, наверное, банальный и самый простой вариант – это вот как раз банковский депозит. То есть какие плюсы есть у данного вида, ну, я даже не знаю, можно ли назвать это инвестиционное, то есть у данного направления какие есть плюсы и, собственно говоря, какие есть минусы. Да, Гудель, задача банковского депозита, по сути, состоит только в одном, да, то есть он сохраняет ваши денежные средства от инфляции. То есть не секрет, что у нас в государстве, да, в принципе, как и в любом другом государстве происходят процессы инфляционные, да, то есть в нашем государстве они немножко более выражены, чем, допустим, в европейских государствах, да, вот. А инфляция в среднем составляет процентов 10-11 в год. Достаточно большой период был проанализирован с этой точки зрения, вот такая, примерно, инфляция. Банковский депозит сохраняет денежные средства от инфляции. Единственная его цель, и если, соответственно, он с этой задачей справляется, значит, считаем, что он сделал свою функцию, да, то есть ни о каком инвестиционном накоплении и прочих моментах банковский депозит, по сути, не задумывается, да, то есть когда вы даете деньги банку, естественно, банк получает ваши денежные средства и использует их, естественно, более выгодно, правильно, то есть он их использует в различных схемах гидетования и в различных инвестиционных и спекулятивных схемах, вот. А использование этих схем дает банку дополнительный доход, с которого он может выплачивать и вам, соответственно, доход, и налоги, и, соответственно, обеспечивать собственную прибыль и затраты, связанные с обслуживанием банка. Еще раз говорю, цель банковского депозита – либо сохранение от инфляции, что сверхважно и грамотно, либо временная передышка денежным средствам для того, чтобы найти более подходящее для них применение. Самое простое, что это есть, это, соответственно, банковский депозит. Естественно, у нас есть шикарные возможности на бирже, то есть есть много различных бирж в мире, в данном случае я говорю про нашу московскую биржу, где, особенно во время различных кризисов, таких глобальных, локальных кризисов, возникает очень много возможностей, допустим, на том же рынке облигаций. То есть вот на продвинутом курсе мы как раз серию из трех-четырех вебинаров по поводу облигаций будем проходить, а на нем реально возникают очень хорошие возможности по облигациям. А в кризисные моменты доходность облигаций может в два, в три и то, и в четыре раза превышать доходность банковского депозита, а это уже создает дополнительные инвестиционные возможности. Плюс на бирже также можно совершать очень выгодные, если правильно в этом разбираться, сразу подчеркну, а спекуляции с валютами, то есть с долларом, с евро, с фунтом, с казахстанским тенге, то есть даже с украинской гривной можно совершать операции. Это тоже создает дополнительные возможности для сохранения и приумножения капитала уже с точки зрения национальной валюты рублей. Плюс есть очень много различных акций, на которых также можно и нужно зарабатывать. Но поймите правильно, все, что можно и нужно зарабатывать, подразумевает, как минимум, процесс понимания и обучения в этом направлении. То есть без этого, конечно, это будет больше напоминать лотерею. Ну или как минимум нужно дождаться жестких кризисов, после чего, соответственно, все это покупать. Либо уметь работать. А также существуют различные так называемые структурные продукты, структурные ноты. Но тут, как правило, работают с клиентами уже с больших сумм. То есть суммы здесь уже стремятся к 1 миллиону рублей и выше. Ну, для начала в этапе, конечно, эти продукты для вас не должны быть самыми главными. То есть цель сначала этот миллион накопить, и только после этого уже, соответственно, используют различные структурные продукты, структурные ноты. Опять же, в обычное время доходность этих продуктов может в полтора-два раза превышать банковский депозит. А в кризисные моменты это может быть и еще дополнительным доходом. А также существуют, скажем так, не совсем легальные или не совсем надежные схемы по увеличению вашего дохода. То есть одним из таких схем является ставки на спорт. Но, как правило, добром это обычно для людей не заканчивается. Почему? Потому что блокмейкер обычно людей переигрывает. Есть также так называемый форекс. То есть когда вы участвуете в валютных, скажем так, пари, и, как правило, валютные кухни, форекс-кухни вас переигрывают. Что тоже вроде заманчиво, но, как правило, убыточно и ненадежно. А также, соответственно, есть возможности бинарных опционов. То есть когда вам предлагается сделать ставку с вероятностью вашего выигрыша, скажем так, 40 на 60. Не в вашу пользу. Опять же, в отдельных ситуациях вы можете случайно заработать, но, как правило, системно это приводит к убыткам. А также есть различные варианты каких-то мероприятий, которые связаны с лотереями, так скажем. То есть возможностей, на самом деле, очень много. То есть просто некоторые возможности из себя представляют инвестиционные надежные идеи, да, а некоторые представляют некую игру, которая, как правило, заканчивается нехорошо. Поэтому что выбираете, в какой пропорции, это уже решаете вы самостоятельно. Виктор, следующий вариант инвестирования, который тоже хотелось бы рассмотреть, так как он довольно-таки распространенный, это инвестиции в недвижимость. Ну, в первую очередь, я, конечно, имею в виду российский рынок, так как непосредственно ты сам, скажем, являешься инвестором именно на этом рынке. Ну и плюс дополнительно основная аудитория наша тоже состоит из-за, скажем, гражданой Российской Федерации. Вот свое личное отношение в инвестиции на рынке недвижимости, неважно, в коммерческую, в жилую недвижимость, да, именно с точки зрения вот текущий момент. То есть не тогда, когда вот можно было очень хорошо и выгодно приобрести энное количество лет назад, да, а именно вот в текущий момент. Да, Гузель, в принципе, ну, частично ты уже на этот вопрос ответила, да, то есть действительно сейчас совершенно не лучшее время для инвестиций в недвижимость, да, то есть мы чувствуем явные проблемы у многих застройщиков, да, то есть риелторские конторы тоже сокращаются, да, это в будущем вызывает, конечно, интерес к недвижимости, но будущее и завтра – это не одно и то же, надо, как бы, понимать, да, вот. Многие рынки недвижимости, к сожалению, оторвались от реальности, да, то есть доходы населения не совсем, как бы, успевали за ростом цены недвижимости, и поэтому многое жилье сейчас для людей становится малодоступным, да, то есть малодоступным, поэтому спекуляции на этом рынке становятся все более точечными и точечными, да. Время от времени какие-то регионы выстреливают, да, то есть вот в текущий момент, допустим, представляет очень большой интерес распродажи так называемых активов Сочи и Краснодарского края, да, то есть те, кто в свое время грамотно вложились в эти проекты, да, на стадии стройки, там, на стадии котлованов, как их называют, да, сейчас достаточно выгодно свои активы распродать, но и они тоже сталкиваются, естественно, с проблемами ликвидостями и финансовой способностью людей по приобретению этих активов. Да, в этой доле играет, ну, немаловажную роль, скажем так, выгодное ипотечное кредитование, но, к сожалению, пока выгодного ипотечного кредитования сильно нету. Почему? Потому что те люди, которые могут, соответственно, взять ипотеку, уже ее взяли, а те, кто хотят, но не могут, соответственно, банки с ними работают достаточно в жестких условиях, да. Поэтому инвестиции в недвижимость на текущий момент я не считаю интересными или привлекательными, если для вас это не отдельный бизнес, да, то есть где вы умеете подбирать спецобъекты, да, и грамотно эти спецобъекты продавать. То есть прямая покупка недвижимости с будущей сдачей в аренду ничего интересного, к сожалению, для владельцев не несет, да. Возможно, говорю, пройдет какое-то время, а уйдут лишние, соответственно, с рынка, да, то есть возникнет некий недостаток жилья, вот, но пока это проблема даже не ближайших двух лет. Ну, а мы сейчас, я так понимаю, с вами рассматриваем текущую ситуацию, да, и планы на два года и более пока не входят. То есть по недвижимости явно будут более еще удачные моменты для входа в недвижимость. А я говорю про любую недвижимость, связанную именно с целью коммерческого использования, то есть зарабатывать денежные сдачи в аренду, там, перепродажи и прочего метода. Если вопрос касается недвижимости с точки зрения покупки и проживания, то тут вопрос времени, по сути, не стоит, да. Мы явно не находимся на самых высоких ценах, мы тоже не находимся на самых низких с точки зрения времени, да, но, как говорится, жизнь не требует отлагательств, и если вам нужна именно ипотека для жизни, соответственно, я считаю, вполне нормально ее можно брать. То есть съем жилья в этом плане, ну, является более, как бы, дорогим условием, да, а при условии, что вы готовы брать жилье и не в ближайшие, не знаю, там, лет пять его не менять. То есть если вы планируете жить в разных местах или менять квартиру, то, соответственно, наверное, съем тогда более адекватный и правильный. Виктор, следующее направление, да, которое тоже имеет место быть, и буквально вот в двух словах, это касательно инвестиций в какой-то свой бизнес, в какое-то, ну, свое традиционное дело. Ну, тут все достаточно специфически, как вы прекрасно понимаете, да, то есть если вы имеете опыт уже в ведении какого-то бизнеса, да, то есть наверняка на чем-то уже обжигались, да, тогда, соответственно, вам уже и действовать в этом плане проще, да. То есть если у вас опыта этого нет, то, к сожалению, с большой вероятностью вы как раз первый раз обожгетесь, да, вот. И поэтому рассмотреть это как инвестиционный вариант, наверное, явно не подходит, да, то есть как спекулятивная возможность, наверное, да, можно попробовать с чем-то сделать. Ну, тут, я бы, знаете, вот на начальном этапе бы, отчего бы предостерег. Многие коммерсанты обжигаются на том, что они хотят сделать бизнес красиво, то есть вкладывают достаточно в красивую обложку, да, то есть все эти моменты, да, вот, вкладывают в новое оборудование и прочие моменты, да, а на стадии, если бизнес не пошел, приходится распродавать по остаточной стоимости. Это очень большая проблема, да, и потом возникают очень неприятные финансовые долги, да, то есть которые потом, ну, скажем так, достаточно долгое время приходится выравнивать. Вот, поэтому вот если уж и вести бизнес, да, во время кризиса, то вести его лучше, так называемый, second hand, то есть покупка различных материалов и прочих моментов у других бизнесменов, которые уже на этом обожглись, вот это было бы правильно. Вот, начинать бизнес красиво и с нуля, наверное, я бы не рекомендовал в принципе, да, но я думаю, те, кто, соответственно, умеет бизнес вести, они так это все прекрасно знают и этим однозначно пользуются, но вот новичков я бы от этого предостерег. То есть, если планируете начинать свой новый бизнес, не делайте его с нуля, не надо покупать новое оборудование и прочие моменты. Всегда есть, кто уже на этом бизнесе обжегся, да, и он пытается, не знаю, из последних сил распродать свое оборудование и прочие моменты. Вот это действительно шанс, вот это действительно возможность, и если вы все-таки решили, что вы хотите этим воспользоваться, вот таким образом попытаться можно. Почему? Потому что в случае, если у вас не получится, ваша остаточная стоимость бизнеса будет намного больше, чем если вы будете брать новое. Для сравнения, это та же машина. Если вы покупаете новый автомобиль в кредит и используете еще страховку КАСКО, то на выходе у вас будет ужасающее финансовое состояние. Но обычно мы в жизни не готовы деньгами сорить, то в бизнесе это делать, естественно, преступление было бы. Хотя и в жизни это, честно говоря, не совсем правильно, но в бизнесе это особенно будет преступление. Поэтому, как говорится, кто умеет бизнесом во время кризиса пользоваться вперед, а кто нет, главное только с новым оборудованием, с новыми товарами и прочими моментами будьте как можно осторожнее. То есть, если человек не разбирается в рынке, он не умеет анализировать, есть ли смысл, просто задавали как раз вопрос, писали на почту, есть ли смысл эту валюту покупать и непосредственно хранить в этой валюте. И также хотелось бы ответить такой вопрос, как валютные депозиты, которые в принципе сейчас предоставляются. По поводу покупки валюты. То есть, ну смотрите, если вы умеете торговать и, соответственно, торгуете на московской бирже, для вас это обычная, по сути, работа, то есть обычный трейдинг. Если вы этим не занимались и не планируете заниматься, то покупка валюты для вас это такой же самый риск, как открытие любого бизнеса. В чем заключается здесь задача? Задача заключается в следующем. Если вы не понимаете что-то, лучше всего в это не лезть. Это самый простой способ и обычно самый надежный. Второй момент. Если вы все-таки решили себе купить валюту, то пытайтесь купить валюту таким образом, чтобы после последнего кризиса, который был, прошло достаточно много времени, в идеале лет 5. Вот тогда, наверное, валюта имеет смысл. Почему? Потому что тогда вероятность следующего кризиса очень сильно приближается. И даже если вы локально окажетесь неправы, на большем периоде времени вы заработаете. Но большинство людей, конечно, так не делает. Большинство людей дожидается кризиса. Пропускает его, само собой. Во время кризиса влезает в долги. И потом, соответственно, покупает валюту достаточно дорого. После чего потом продает ее достаточно дешево. То получается вместо бизнеса, получается какой-то антибизнес. Поэтому люди, которые не понимают валюту, в постоянных торгах, естественно, денежные средства будут проигрывать. Единственный способ, который есть, я говорю, это подождать 5 лет после последнего кризиса и купить валюту. Это, наверное, самый простой способ, что можно посоветовать не сведущим валюте людям. Ну, а другой способ – это не лезть в неизвестное, не изучив этот рынок. Наверное, так скажу. Вот по поводу банковских депозитов, валютных вкладов, это, конечно, просто полностью жесть. Почему? Потому что вполне естественно, государство, понимая, что люди покупали достаточно дорогую, бесперспективную валюту, начинает резко снижать процентные ставки по валюте. Это что значит? Это значит, что вам все равно эту валюту девать некуда, и государство через разные банки и прочие моменты готово ее брать просто под смешной, абсолютно смешной процент. Но так как другого варианта нет, то это, в принципе, неизбежность. Естественно, и вы бы тоже на месте государства поступали точно так же. То есть, зачем у людей брать валюту под вклады дорого, если они ее с удовольствием понесут и задешево. Ну, а кто больше грамотно в этот момент разбирается, он, естественно, просто держит рублевый депозит или ждет момента для удачного входа в какой-нибудь инвестиционный проект. Виктор, и вот следующий вопрос. Вот, и дополнительно я как раз читаю вопрос из чата. Друзья, запишите свои вопросы, мы обязательно в конце вебинара остановимся и постараемся по максимуму на них ответить. Ну, и в принципе, я вот как бы сейчас озвучу. Здравствуйте, подскажите, ИнстаФорекс стоит связываться, или там такая же внутренняя кухня, как в Альпари и в Силитреде? То есть, тоже в двух словах осветить вообще понятие. Просто сейчас очень много, на самом деле, различной рекламы и баннеров, и в интернете, и, скажем так, вот по городу висят, да, касательно рынка Форекс, брокера Форекс, бинарных опционов. И вот тоже, что это такое, на что можно рассчитывать, на что нельзя рассчитывать. То есть плюсы-минусы вот этого дела. И кому бы ты посоветовал, соответственно, связываться вот с этим движением? Ну, естественно, и с ИнстаФорекс, и с Альпари, и с Силитредом связываться можно, да. То есть связываться, как я понимаю, как вопрос, это вот стоит ли связываться. Конечно, стоит. Свяжитесь, проиграйте свои денежные средства, как говорится, и спокойно ждите нормального варианта, да. Если по-серьезному, да, то я считаю, что можно использовать только официальных брокеров, которые зарегистрированы в России, да. То есть это, соответственно, БКС, это открытие, да, то есть это ВТБ, то есть финанс. То есть вот с такими брокерами, соответственно, работать можно, да. Почему? Потому что точно вы знаете, что там платят, соответственно, налоги, да, то есть и спокойно работать можно. Вот, компания, которая не платит налоги, это уже вызывает очень много сомнений, да, то есть, ну и вызывает сомнения о правильности использования той информации, которую они предоставляют, да, то есть качество графиков и прочие моменты, вот. Само, смотрите, название Форекс уже само по себе должно пугать в названии компании. То есть компания не должна быть с таким названием, это мое личное мнение. То есть компания должна иметь свое лицо, свой бренд, свое имя, да, то есть вообще слово FX в названии компании, это уже не к добру. Вот, я вот считаю так. Естественно, я ни в коем случае вас не отговариваю от этого использования, то есть много компаний, да, то есть много возможностей, пожалуйста, пользуйтесь, но я в здравом уме бы и не стал связывать. Наверное, так хочу сказать. Вообще, сам рынок Форекса, он самый значительный. Вот, смотрите, вот, а для чего вы хотите связаться с рынком Форекс? Вы, наверное, хотите заработать на колебаниях валют. То есть, если вы это профессионально умеете делать, то вы, соответственно, уже знаете, где можно работать, где можно зарабатывать, да. Если вы этим профессионально не занимаетесь, то я бы однозначно не советовал бы с этим связываться, почему? Большие плечи, достаточно, не совсем понятная ситуация по колебаниям курсов валют, при том это всегда, это не то, что нет там хорошего времени, плохого времени, да, то есть колебания валют, естественно, наиболее тяжелые, да, вот. И пытаться на этом зарабатывать, ну, блин, мне кажется, это лучше свой бизнес открывать. Тогда уж больше вероятность, по крайней мере, успеха. Вот. А вот торговать через московскую биржу валюты к рублям – это вполне нормальное явление. Можно ли доверять Саксо-банку? Конечно, это крупные компании, тут как бы вопросов не возникает. Вообще, само слово «банк», да, то есть и без приставки FX уже как минимум внушает, ну, доверие, да. То есть если там нету никаких-то непосредственных проблем, именно связанных с банком, да, то здесь я вижу как бы абсолютно нормальную рабочую ситуацию. То есть как бы ничего плохого про Саксо-банк я точно сказать не могу. Вот. Ну, скажем так, даже наиболее хорошее, скажу, чем плохое. Вот. Поэтому вот с Форексом поймите правильно, то есть если вы умеете на этом рынке зарабатывать, то, наверное, вам мой совет уже не нужен, вы уже так же во всем разобрались, да. А вот если вы этим никогда не занимались, имейте в виду, что на Форексе, на Форексе зарабатывать крайне-крайне тяжело. И если вы даже это хотите делать, лучше делать через классических брокеров, которые, соответственно, зарегистрированы в той стране, где вы планируете это торговать. То есть в России, я говорю, это еще раз, это открытие БКС, Финам, ВТБ. А в других странах это, соответственно, надо смотреть уже крупных представителей брокеров, которые, соответственно, существуют. Так, работать на валютной бирже через Сбербанк, открытие и другие. Ну, смотрите, Сбербанк на валютной бирже пока не предоставляет эту возможность, они обещают, но пока нет. Ну, сделать будет, в принципе. Пока это предоставляет, вот я говорил, открытие, БКС, ВТБ и Финам. То есть вот эти вот четыре брокера наиболее известны в этом плане. Есть, естественно, и более мелкие брокеры, которые тоже очень хорошие, как бы, да, то есть, ну, я как бы постарался называть наиболее крупные, с которыми с вероятностью 99% ничего не случится. Виктор, вот следующее направление, хотелось бы тоже осветить, хотя ты уже касался него, это инвестиции в рынок ценных бумаг. Тем более, в связи с тем, я немножко озвучу, да, не все в курсе, то есть сейчас Московская биржа проводит конкурс LCHE «Лучший частный инвектор». Ну, вообще она проводит его каждый год с 15 сентября по 15 декабря, где каждый человек, трейдер, да, ну, то есть, скажем так, каждый человек, у которого есть брокерский счет, может в открытую продемонстрировать свои умения, навыки и практику в торговле финансовыми инструментами. То есть там предоставлены три рынка, это фондовый рынок, рынок акций, это валютный рынок, как раз валюта, да, и срочный рынок – это суча с опционы. И вот за каждым участником можно наблюдать, соответственно, какие у него результаты, действительно ли он умеет торговать, и, собственно говоря, или он просто говорит об этом. Виктор как раз сейчас участвует в этом конкурсе, вот, если интересно, можете просто в Google вводить LCH 2016 и посмотреть статистику. То есть я, как бы, озвучиваю это с той целью, чтобы показать, ну, что не просто говорим, но действительно, как бы, понимаем, о чем идет речь. Вот. И хотелось бы задать Виктора себе следующий вопрос по поводу рынка ценных бумаг. Вот насколько, в принципе, перспективно вкладываться в акции все же самые, уже существующих компаний, то есть компаний, которые, соответственно, можно приобрести акции через брокера на бирже, да, которые имеют уже большую историю, а давно торгуются. Вот с точки зрения инвестиций, особенно долгосрочных, вот свое личное мнение, насколько это может быть интереснее. Ну, смотрите, да, я действительно участвую в этом конкурсе, я это делаю стабильно, да, то есть у меня есть три достаточно, ну, скажем так, успешных результата, то есть в 2012 году я был неофициально третьим, да, ну, как бы, неофициально, но, значит, отбросили, как бы, да, хотя для себя, в принципе, я это знаю точно, да, вот, а в 2014 году я был третьим-четвертым, да, и вот сейчас на текущий момент я тоже третьим являюсь, да, а многие победители, которые выигрывали в том или ином году LCH, да, то есть сейчас даже в первую сотню не входят. Вот так просто для примера, что стабильность куда важнее, чем в моменте даже первое место. Вот. Действительно, на рынке акций есть огромное количество возможностей по заработку, там не обязательно инвестировать на долгий период времени, там, как правило, надо выискивать какие-то особые идеи, на которых можно локально зарабатывать, да, ну, или, соответственно, грамотно выбирать отрасль, куда вкладывать денежные средства, да, то есть после различных кризисных явлений, да, но, опять же, всему этому нужно в той или иной степени учиться, где-то больше, где-то меньше, да, то есть научиться в любом случае этому нужно. А рынок акций реально предоставляет огромные возможности, да, почему? Потому что есть очень много людей, которые покупают неправильно, соответственно, продают неправильно и создают так называемые неэффективности, вот, а если вы, соответственно, видите в чем-то неэффективность, соответственно, на этих неэффективностях можно и нужно зарабатывать, да, вот, Но еще раз говорю, для этого обязательно нужно обучаться. С точки зрения просто долгосрочного вложения, ну, наверное, опять же, либо вы выбираете отрасль, которая находится в явном, скажем так, подавленном состоянии, и ее покупаете на перспективу, что само по себе хорошо, да, либо покупаете активы после кризиса. То есть в этом плане тоже можно. Вот можно разбираться в фундаментальном анализе и выбирать компании, которые с точки зрения фундаментального анализа недооценены, и по технике грамотно использовать их для покупки. То есть такой вариант тоже возможен. Рынок, еще раз говорю, рынок акций и различных других инструментов предоставляет отличные возможности для заработка, но этому нужно обязательно обучаться, чтобы ни в коем случае не стать тем, кто будет обеспечивать заработок других людей, других трейдеров. Виктор, ну и самым последним вариантом, но не последним по значимости, и как раз сопровождая вопросы, хотелось бы озвучить, в принципе, один из вариантов инвестирования, да, это проект технологии Skyway, инвесторами, которым мы оба являемся, и с какой позиции, да, вот хотелось бы послушать свое мнение по отношению к данному проекту, на что ты обратил внимание, собственно говоря, что тебя привлекло, и, в принципе, вот плюсы, минусы, вот именно с твоей точки зрения, то есть как ты именно смотрел и рассматривал данное предложение. Первое и самое важное, да, то есть для меня в любом проекте, это понять, соответственно, его финансовую, экономическую, социальную значимость, сущность. Смысл был следующим, то есть если мне предлагают некую волшебную пилюлю, которая сделает меня завтра здоровым и счастливым, я, соответственно, скорее всего подумаю о том, чтобы пойти в тренажерный зал, да, если, условно говоря, я езжу на транспорте, да, то есть, ну, будь то машина, будь то, соответственно, самолет, будь то вертолет, будь то маршрутка, непринципиально, и вижу, что передвижение идет настолько медленно, что хотелось бы больше, да, то я понимаю, что рано или позже наступит такая ситуация, когда транспорт будет двигаться сильнее, да, мы все прекрасно понимаем, как менялись телевизоры, как менялись телефоны, да, то есть как постепенно велосипед превращался в мопед, в мотоцикл и так далее, да, И теперь прекрасно видим, насколько у нас в кавычках быстро ездят поезда. Понятно, что такая ситуация явно никого не устраивает, то есть и логистика на таких моментах успешно не строится, поэтому социально хороший транспорт, быстрый транспорт, качественный транспорт нам, естественно, нужен. Наступает такое время, когда эта ситуация становится неизбежной. Мне, по большому счету, было без разницы, кто это будет делать. В данном случае это делает Skyway. То есть это делает Skyway, соответственно, именно со Skyway связано все, что связано с перспективным транспортом будущего. Но опять же, слово будущее не имеет в виду то, что будет через 100 лет. То есть по словам будущее я подразумеваю хотя бы то, что будет через год, через два. Меня очень заинтересовал данный проект. Я внимательно посмотрел в интернете большое количество отрицательных и положительных отзывов. То есть пытался совершенно объективно посмотреть без каких-то эмоций. То есть трезво читал отрицательные отзывы, трезво читал положительные отзывы. Ну, как бы и находил некую золотую середину. То есть в какой-то момент я составил для себя портрет, что компания действительно движется в правильном направлении. Что это не является, грубо говоря, МММ. Это достаточно действующий и правильно перспективный проект на будущее. Это для меня еще было совершенно недостаточно. Я не поленился, собрался и съездил в Белоруссию. Благо, по моим возможностям была возможность встретиться с руководством компании и пообщаться по различным интересующим меня вопросам. А что я не общался? Я не общался по техническим вопросам. То есть вопрос, работает ли, скажем так, транспорт, будет ли хорошо держаться дорога. То есть прочие моменты такие я не задавал. Почему? Технически есть очень много документаций, которые, соответственно, и получат свое подтверждение в центре сертификации. Это не моя тема, я, соответственно, в нее не лезу. А вот финансовое благополучие данного проекта, финансовая реализация этого проекта и, самое главное, социальная и экономическая значимость данного проекта меня очень устроили. То есть пообщавшись с руководством, я увидел, что, самое главное, люди работают, что люди являются фанатами, в хорошем смысле этого слова, данного процесса. И для них самое главное, не деньги как таковые, конечно, любой коммерческий проект осуществляется с целью заработать, само собой, но для них намного важнее эта репутация. То есть именно сделать этот проект, запустить и потом, не знаю, гордиться, что ли, в конце концов. Опять же, все, что хорошо запускается, он автоматически принесет деньги. Но это не во главе и у глаз. То есть я вот, когда в свое время играл в шашки, мне тренер всегда говорил, надо играть не ради победы, а ради именно красивой игры. А победа придет вместе с красивой игрой. Так вот, то же самое. Здесь именно идет ставка на качество. А когда это качество реализуется, через сертификацию, через различные проекты, денежные средства автоматически будут. Я очень хорошо отношусь к этому проекту. Я очень желаю успеха в его реализации. Почему? Потому что на этом транспорте хочу ездить я и очень хочу, чтобы ездили мои дети. Ну, дети, внуки, там уже как, соответственно, время все это будет. Ну, что я бы хотел, соответственно, я бы хотел, чтобы этот проект планомерно развивался. Я бы хотел, чтобы этому проекту не мешали и чтобы этот проект осуществляли по заранее намеченному временному и финансовому плану. Это я очень хочу. Я в этом проекте, естественно, участвую. Я в него верю. Ну, и, соответственно, хочу, чтобы и дети мои ездили. То есть, и финансовое благополучие их, соответственно, тоже было. Что еще хотелось бы сказать? Пообщавшись, соответственно, с руководством, я для себя многие моменты понял. И очень-очень жду в данном проекте реализацию адресных проектов. То есть, для меня это будет второй этап уже реализации данного проекта, который будет связан уже, скажем так, даже не с будущим, а уже, по сути, с действующим настоящим. То есть, мне этот проект нравится и на начальной его стадии, и очень с большой надеждой, с большим теплом, жду, соответственно, его реализацию в дальнейшем. А что, может быть, мне в этом проекте не нравилось? То есть, мне вот в этом проекте не нравился очень один момент. В свое время этот проект был зачем-то, зачем-то реализован через Прибалтику. Я совершенно не понимаю, зачем было это сделано через Прибалтику. То есть, опять же, доводы я понимаю какие, но я с ними не согласен. А вот то, что сейчас этот проект осуществляется через Белоруссию, мне вот абсолютно нравится. То есть, исходя из того, что есть в текущий момент, то есть, то, что уже показывается на выставках, то, что сделано и делается в текущий момент, и то, что это все происходит через совершенно дружественную для нас страну, это, соответственно, очень сильно одушевляет. Меня, по крайней мере, как гражданина России. Виктор, благодарю тебя, что поделился своим мнением, своими взглядами. И так, у нас как раз вот время подходит потихонечку к концу. Да, я предлагаю потихонечку завершать. Как раз сейчас озвучу вопросы, которые задают нам в чате. И дополнительно озвучу следующее. Так, наверное, давай пройдемте по вопросам. Вот первый вопрос, я их в общем, скажем так, скомпоную. Касается доверительного управления. То есть, непосредственно, вот сам, Виктор, занимаешь ли ты доверительным управлением или автотрейдингом? Ну и, в принципе, вот насколько действительно тот факт, что человек, который торгует, действительно торгует, действительно получает результаты и вот занимается доверительным управлением. Как сейчас это вот в реальной жизни бывает? Отвести, пожалуйста. Умение заниматься доверительным управлением – это, на самом деле, очень большой риск и талант. Да, то есть, умение видеть ситуацию на больших объемах тоже очень достаточно такое, ну, тяжелое состояние, да. Я в своей жизни занимался два раза доверительным управлением, да. Один раз я из этого говна выбирался четыре с половиной года, да, что мне абсолютно хватило, но, слава богу, дал мне положительный опыт, да, то есть на будущее. Вот в моменте, конечно, я был супер расстроен с этой ситуацией, но, слава богу, смог из нее выйти. А второй, я доверительным управлением занимался в 2015 году. Опыт получился положительный. Я приобрел еще дополнительный опыт, да, заработал, соответственно, определенные денежные средства на этом, да. Но с точки зрения нервов и прочих моментов я не получил от этого совершенно никакого удовольствия. Более того, я еще почувствовал такое, не знаю, некое ненужное давление, которое мне тоже явно не понравилось. Вот. А с этого момента доверительным управлением я, по крайней мере, себе сказал, что я никогда больше заниматься не буду. Все. Слава богу, судьба меня уберегла от каких-то ошибок, да, то есть, по крайней мере, вот уже в настоящем, да. Вот. А мне сейчас намного более интересно это финансовое консультирование. Почему? То есть, мне намного больше нравится работать с людьми, которые сами умеют все это делать, да, а я помогаю это делать просто лучше. То есть, помогаю избегать каких-то ошибок, помогаю сделать лучше то, что они могут сделать хорошо. То есть, вот в этом направлении я вижу свою перспективность, да, и, соответственно, этим проектом занимаюсь. То есть, как правило, занимаюсь достаточно крупными финансовыми средствами, да, то есть, и поэтому мне делать достаточно это интересно и выгодно, самое главное, да. То есть, здесь нет никакого доверительного управления, и здесь идет, так называемая, помощь в оказании финансовых услуг, финансового консалтинга и прочего момента, да. Ответственности меньше, а результат, как правило, не хуже, да, доходность меньше, но чувство намного удовлетворенности намного больше. Почему? То есть, нет такого ощущения, что, не дай бог, кто-нибудь где. То есть, чувствую себя в этом плане достаточно полезным, да, и достаточно защищенным. Это, как бы, меня очень сильно радует. Автотрейдингом, соответственно, я тоже не занимаюсь, мне постоянно эти моменты предлагают, да, то есть, но я, знаете, я вам скажу так, я до ужаса не люблю халявщиков. То есть, мне совершенно не нравится, чтобы я за кого-то зарабатывал денежные средства, а кто-то пользовался тем, что я зарабатываю денежные средства. Все, что я зарабатываю, я зарабатываю для себя. То есть, зачем я буду делиться с кем-то, если я могу заработать на себя, это первое. А второе, когда я оказываю финансовое консультирование, я помогаю людям, которые и так умеют это делать, просто помогаю им это делать лучше. То есть, у кого-то, получается, это хорошо, я делаю это еще лучше, у кого-то это, получается, плохо, я делаю, чтобы было неплохо. То есть, вот в этом направлении, да. То есть, я, по сути, помогаю человеку делать его работу лучше. Я вижу, что это сам человек делает, и вот такая помощь мне нравится. Ну, и морально нравится, и финансово достаточно нормально. И чувствую себя комфортно. А вот просто, знаете, взять чьи-то денежные средства, управлять, чтобы потом делиться деньгами, так зачем это мои деньги? Какой смысл мне делиться своими деньгами? То есть все, что я могу заработать на себя, я заработаю и так. Мне нет никакого интереса, никакого резона кому-то зарабатывать денежные средства. Виктор, следующий вопрос касательно страховых компаний. Вот это как, озвучив вопрос, да, Виктор, как вы относитесь к инвестициям в страховые компании с использованием английского права? Ну и дополнительно, как бы, дополню вопрос в плане, опять же, твоего отношения к инвестициям, именно инвестициям в страховые компании в целом, вот, если не рассматривать вариант именно как страхование, страхование жизни и еще чего-нибудь. Давайте там мне объясним, то есть что такое инвестиции в страховые компании с английским правом? То есть ваша цель какая? Просто вложить деньги во что-либо? Блин, ну вложите тогда в Форекс, вложите тогда в ставки, в Спорт. То есть я не совсем понимаю, а вложение в страховые компании. То есть это то же самое, что, а давайте вложимся во что-нибудь, давайте. А в страховые компании? Давайте в страховые компании вложимся. Блин, давайте вложимся в нестраховые компании, в перестраховые компании. То есть вопрос, знаете, настолько общий и настолько же бесполезный, по большому счету. То есть хотите вложиться в страховые компании с точки зрения диверсификации, сделать это. А в чем выгода этого, я вообще реально не понимаю. То есть просто вложиться в что-нибудь. Вот с точки зрения вложиться во что-нибудь, это можно. Сделать диверсификацию себе. Но особого смысла для себя я точно не вижу. Просто, знаете, часто говорят, а давайте что-нибудь сделаем. Зачем сделаем, когда сделаем, почему сделаем, Почему именно в этот момент сделан? Тут столько нюансов. Общие слова, как вы рассматриваете вложение в страховые компании с учетом английского права, но так же, как и вложение не в страховые компании без учета английского права. Я считаю так. Виктор, а если, в принципе, рассматривать именно инвестиции в страховые компании, то есть, даже сравнивать с тем же самым банковским депозитом, то есть, покрывают ли они хотя бы инфляцию, которая существует? Так как вам, соответственно, обеспечивают страховку, то было бы совершенно глупо обеспечить вам доход на уровне банковского депозита. То есть, если бы они обеспечили доход на уровне банковского депозита, и это было бы стабильно, а не по теории вероятности, как получится, то, естественно, никто бы в банки не вкладывался, все бы вкладывались в страховые депозиты. Так как этого, естественно, не происходит, вы, по сути, что делаете? Вы обеспечиваете себе некую дополнительную уверенность в завтрашнем дне за счет явно меньшей доходности получения от страховых компаний. Поэтому, как диверсификация, я к этому отношусь нормально. Как с точки зрения инвестиционного проекта, я считаю, что это... Виктор, и вот я думаю, на сегодня крайний вопрос, да, касательно... Моей любимой темы... Про криптовалюты. То есть вопросов много касательно криптовалют. Ну, в принципе, вот, сейчас не берем какую-то конкретную, но вот общее твое отношение. Ну, на предыдущих вебинарах мы уже не раз озвучивали, поэтому, возможно, что у нас люди присутствуют в первый раз, да. То есть работаешь ли ты с криптовалютами, как ты, в принципе, к ним относишься. Вот, опять же, твое видение вот данного... Хорошо. Давайте так скажу. Криптовалюта – это очень интересно. Да, то есть, если вы в этом процессе разбираетесь, то есть, если у вас есть, соответственно, площадка, на которой вы готовы торговать, да, то, наверное, это интересно с точки зрения трейдера. Да, то есть, видеть графики, видеть различные идеи, соответственно, на этом зарабатывать денежные средства. Вот. Если вы в этом никогда не разбирались, но где-то услышали, что это очень выгодно, считайте, что вы последний, кто будет эти валюты покупать. То есть, вот из этой области. То есть, если вы с ними не связывались, то я вас прошу, просто не связывайтесь. Это будет, по сути, та же Форекс-кухня, только вид сбоку. Если вы, соответственно, умеете читать графики и понимаете, по какому принципу они действуют, я считаю, что тогда вполне можно там делать вложения. Но это не инвестиции, как вложился и жду счастья, да, именно как спекулятивная торговля, да, то есть, в нужный момент покупать, в нужный момент выходить. А что значит выходить? Это значит продавать тем, ну, скажем так, новичкам, которые в этом ничего не понимают и, соответственно, на этом вряд ли заработают. Вот. На этом деле спекулянты, которые в этом разбираются, естественно, заработают. Если вы относитесь к спекулянтам, то я желаю вам успеха и хорошо на этом заработать. Если вы являетесь просто новичком, желающим заинвестировать в эти валюты, я бы не стал это делать. Почему? Потому что опыт всех бирж, всех массовых событий показывает, что кто в этом не разбирается, а лезет, обычно остается без денег. Так как про эти валюты вы уже знаете, то, соответственно, вы явно будете там не первой. Правильно? А если вы будете не первой, то, соответственно, и заработать, не спекулируя, будет достаточно тяжело. Ну, вот мое такое отношение. То есть, в общем, я отношусь к этому нормально, если вы в этом бизнесе что-то понимаете. Если не понимаете, то это отрицательная инвестиция, и лезть в нее, я считаю, не стоит. Просто понимаете, у меня постоянно идет такой процесс. А можно я влезу вот в это говно? А можно я вот в это говно влезу? Конечно, в говно влезть можно. Только потом не надо спрашивать, как мне из этого говна вылезти. Поэтому, если хотите вы какое-то говно влезть, сначала попытайтесь понять, что это такое, а потом, соответственно, в это уже лезть. Вот это, наверное, самый простой и правильный ответ. Вот на бирже все торгуют по такому принципу. Ничего не понимаем, что-нибудь купим, а потом учимся, что с этим делать. Разберитесь, изучите, посмотрите, а потом уже, соответственно, торгуйте. Ну, с криптовалютами то же самое. Так, что отвечать по поводу Life is Good? Ну, ты знаешь про них? А стоит ли рассматривать инвестиции в компанию Life is Good? Инвестиции в компанию Life is Good рассматривайте... Так, ага, все. В основном, сейчас, секундочку. Просто поймите, за 19 лет, за 19 лет я видел огромное количество различных проектов. Да, то есть, никто не хочет находить проекты, которые экономически значимы, экономически важны. Никто не хочет разбираться в рынке. Все хотят, как сделать. Так, сейчас я кому-нибудь деньги дам, пусть моими деньгами поуправляют. Это первая ошибка. Второе. Ага, на Форексе можно заработать 1000% годовых, а на бирже, условно говоря, 30% годовых. Нафига мне 30, если можно заработать, там, не знаю, 500, 600 или 1000% годовых. Как вы думаете, много людей заработало 1000% годовых на Форексе? Хочу вам сказать, да, этих людей вы вообще никого не увидите. Почему? Потому что 1000% на Форексе заработали только организаторы Форекс Кухонь. Вот они заработали 1000, и 2, и 3, и 5000. А люди, которые туда пришли, либо разрушили свои семьи, либо остались в старости без денег, либо без мозгов и без денег одновременно. То есть, вот такой вариант. Опять же, очень много различных проектов. Никто не хочет слушать экономическую обоснованность проекта. То есть, никто не хочет. Ага, самолеты летают, значит, нужно. Айфоны делают, значит, нужно. Все хотят, сейчас куплю волшебную пилюлю и стану богатым. А финансовая грамотность не подразумевает покупку финансовых волшебных пилюль. Она подразумевает грамотный поиск социально значимых экономических проектов, которые неизбежно будут реализованы и которые принесут доходность. Но доходность не надо ждать на уровне 1000% годовых. Это нелогично. Логично ждать любую доходность, начиная от 20-25% годовых. Меня абсолютно устроит любой проект, который принесет доходность больше, чем 20-25% годовых. Будет ли это процентов 100 или 200, это уже жизнь покажет. Но я изначально рассчитываю на доходность 20-25%. Почему? Я, когда рассчитываю на такую доходность, я никогда не разочарован в тех делах, которые участвуют. И каждый проект, на котором я заработаю 20% или более, будь то 30-50-100% непринципиально, я вложу в новый проект и заработаю еще 20-30-50% или 100%. А потом вложу в новый проект и еще заработаю 20-30-50% или 100%. А вот те, кто вкладывают и надеются заработать сразу кучу денег и завтра, они, как правило, что? Потом вкладывают во что? Правильно, не во что. Все. Так, как повлияет на рынок акций избрания Трампа? Да, то есть, ну давайте сначала ответим. На рынок акций какой страны? То есть, рынок акций у нас есть очень много различных стран. То есть, если брать с точки зрения Америки, у Америки заканчивается многолетний цикл прямого роста. Америку в ближайшие два года ждет значимая коррекция минимум процентов на 25-30. Отдельные акции в Америке, естественно, могут расти против рынка. У них есть так называемые защитные активы. В общем, рынок S&P 500 за ближайшие два года ждет неслабое коррекционное движение. Оно не обязательно должно начаться завтра, но в ближайшее время оно должно начаться. Как правило, это обычно происходит в конце января месяца, начало этих моментов. А потом потихонечку раскручивается, раскручивается, раскручивается. Есть ли с точки зрения российского рынка, мы тоже находимся в локальной завершающей фазе. У нас очень хорошее состояние рынка в текущий момент. И люди, которые грамотно использовали акции для покупки, сейчас получают отличную прибыль, забирают эту прибыль с рынка. Кто-то частично, кто-то полностью. И покупают, соответственно, подарки на Новый год в виде новых инвестиционных проектов, в виде каких-то банковских депозитов, в виде новых машин, квартир и так далее. То есть, используют то, что уже заработали. Новые вложения в акции – это делать в спекуляции. Если вы умеете спекулировать, торговать можно в любой момент, в любую сторону. Если вы это делать не умеете, сейчас не лучший момент инвестирования в российские активы. С точки зрения американских я тоже момент сказал. Ну а с точки зрения всех активов в мире, тут, естественно, я знать не могу, потому что на всех активах в мире я не работаю. Так, помимо SkyWay, какие еще есть хорошие проекты? Ну, смотрите, как бы мне вам сказать. Вот поиск любых хороших активов – это определенные затраты. То есть, чтобы найти какие-то активы, я, соответственно, делаю определенные вложения. То есть, делаю затраты определенные. То есть, как правило, это проекты относительно небольшие и закрытые. А сказать про них – это то же самое, что сказать, где деньги лежат. Не совсем логично, правильно? Ну, я не знаю, я, конечно, финансовый консультант, но я не финансовый дебил. То есть, рассказывать те проекты в частные, которые я вложился и которые закрыты, смысла никакого не вижу. А рассказывать про общие проекты, которые существуют, мне на текущий момент SkyWay нравится больше всего. Из общих, не частных проектов, SkyWay является для меня единственным, в котором я вложился. Другие крупные проекты, помимо SkyWay, на текущий момент мне совершенно не интересны. А маленькие проекты, в которых я участвую, они закрытые, понимаете? То есть, там, скажем так, и своих денег-то за глаза хватает, а не то, что еще привлечение новых денег. То есть, вам вложить в эти проекты просто физически невозможно. Опять же, мало кто-то слушает обычно. Так, дальше. А что такое достойная прибыль? Для меня достойной прибылью является любая прибыль больше, чем 20-25% годовых в рублях. Если я вижу период девальвации, я просто пересижу полгода в валюте и опять рассматриваю 20-25% в рублях. Когда я рассматриваю доходность 20-25% в рублях, это не значит, что я получаю доходность 20-25% в рублях. Я могу получить и 30, и 40, и 50, и 100% в рублях. Но изначально я рассчитываю на 20-25%. Для чего? Чтобы не быть разочарованным, да, и не выглядеть буратино на поле чудес. Так, сейчас, секундочку. Так, вот Сергей еще пишет. Виктор, какая месячная доходность может быть на фондовом рынке у хорошего трейдера? Смотрите, с учетом плечей, которые предоставляет биржа, я считаю, что хорошей доходностью на бирже в месяц является, у хорошего трейдера, давайте сразу этот момент, процентов 50-70 в месяц. Но это еще раз говорит, а надо быть хорошим трейдером. Это не обязательно должен быть фондовый рынок, это может быть и товарный рынок, это, естественно, может быть и валютный рынок, ну и, соответственно, как вы правильно написали, фондовый. Но это еще раз говорю, это у хороших трейдеров. А в принципе, я считаю, любую доходность от 3% в месяц на рынке очень даже достойна. Почему? Потому что у вас есть повышенный риск, повышенный риск, да, психологический в первую очередь, да, и, соответственно, он должен каким-то образом оплачиваться. Поэтому 3% в месяц, я считаю, вполне нормальный. 3% в месяц – это чуть больше 40% годовых по сложному проценту. Да, но опять же, я говорю про определенную стабильность. То есть, не то, что сегодня заработал, а завтра проиграл. Именно на большом периоде времени стабильно от 3% в месяц, я считаю, хорошим и достойным результатом. Если при этом еще и сумма большая или достаточно большая, то это вообще здорово. Светлана, да, Самара? Светлана, знаете, какая большая проблема? Мало кто прислушивается к конкретным советам. Все обычно пытаются услышать только то, что хотят услышать. Вот в общем картину видят мало. Ага, услышал то, что понравилось, все, я услышал. А не услышал, ну и не надо. То есть, проблема в том, что говоришь одно, а слышишь совершенно другое. Вот в этом большая проблема. Так, если на американском рынке акции ожидается коррекция вниз, можно ли ожидать коррекцию и по доллару? Нет, с долларом ситуация, как правило, взаимообратная. Если идет снижение американского рынка, при прочих равных это вызывает подъем американского доллара. Естественно, это является фазовым движением, то есть в какой-то момент может быть и в обратную сторону. Но при общем снижении американского рынка, американская валюта становится более интересной, как средство сбережения. Почему? Они продают свои активы, переводят, соответственно, денежные средства в доллары, и эти доллары вкладывают в американский трежерис, в облигации. Во время падения американского рынка, либо мирового рынка акций, обычно идет перевложение либо в европейские, либо в американские госбумаги. Сейчас, секунду, снова золото подешевеет. Виктор, благодарю тебя за выступление. Дело в том, что у нас буквально через 5 минут начинается уже вводный курс для участников вводного курса. Поэтому я предлагаю, чтобы сегодняшний вебинар мы потихонечку засунулили. Я сейчас буквально в двух словах расскажу про этот вводный курс. То есть, в принципе, все, кому интересно более подробно рассмотреть, скажем так, данное предложение, в нем могут участвовать, тем более, что, скажем так, сильно многого там не требуется. Давайте в двух словах. У Виктора есть свой авторский курс, на котором он рассказывает, обучая, точнее, именно торговля на рынке, то есть именно трейдерству. Этот курс одобрен Московской биржей, и о нем я расскажу чуть позже. Дополнительно мы разработали вводный курс. То есть для людей, которые еще не сталкивались с рынком вплотную, да, но у которых есть желание, в принципе, разобраться, что это такое. Неважно, с валютой, с облигацией, с какими-то финансовыми инструментами. Вот, мы очень долго думали, каким образом это все привязать, и решили сделать следующее. То есть если кто-то из вас является, ну, то есть если вы являетесь партнером компании Skyway, и у вас есть рассрочка, то есть я думаю, тут уже, ну, как сказать, вы знаете, что это такое. Если не знаете, обратитесь к тому, кто вас пригласил на вебинар. Если у вас есть рассрочка в размере 50 долларов в месяц и больше, подчеркиваю, только действующая рассрочка, то вводный курс вы можете получить в качестве бонуса. То есть это вот мы, скажем так, приняли решение, так как и сами поддерживаем данный проект, соответственно, и вы поддерживаете данный проект, да, то вот вводный курс вам достанется бонусом, если у вас выполнены эти условия. Каким образом попасть на вводный курс, я вам сейчас выставлю. Так, секундочку. Контакты, контакты, вот, то есть верхняя, это вот группа в социальной сети ВКонтакте, да, если вот вы сейчас смотрите в записи, соответственно, можете напечатать в адресной строке и попасть в эту группу. Если вы сейчас присутствуете на вебинаре, я эту ссылку скину прямо в чате. Буквально секундочку. Вот, то есть там дополнительно, дополнительно, вот сейчас скинула ссылку, там мы дополнительно, кстати, разместили брошюру, мини-книгу, которая называется «Инвестиция просто от сложно». Очень интересно, простыми словами, с виктором расписали варианты, в принципе, инвестирования, да, также плюсы и минусы, единственное, что более подробно. Поэтому эта книга в свободном доступе, заходите вот в группу, скачивайте и, в принципе, читайте, знакомьтесь. А также в группе есть информация, каким образом попасть на вводный курс. То есть делать нужно там очень простые шаги, это зарегистрироваться на гугле, открыть почту, в общем, все там написано. А в плане рассрочки, рассрочка у вас может быть где угодно. Она может быть и в головной компании, она может быть у вас в любом из фондов, не важно. То есть здесь мы не, скажем так, решили не прикрепляться к чему-то конкретному, главное, чтобы вы поддержали данный проект. И в данном случае, если у вас выполнена эта сфория, действующая рассрочка размера 50 долларов и больше, вот, 25 плюс 25, это тоже 50, да, сразу к вопросу, скажем, предугадая, вот, соответственно, тоже подходит. Проходите в группу, сделайте все вот согласно там шагам, ну и, собственно, попадете на вводный курс. Что он из себя представляет? Раз в неделю у нас также проходит вебинар, это закрытый вебинар, вот как раз мы уже опаздываем на него. Вот, и, соответственно, вот сейчас мы как раз занимаемся вопросом по поводу открытия брокерских счетов, ну и дополнительно каждый месяц у нас будет посвящен какому-то конкретному инструменту. Начнем с облигации, будем двигаться к валюте, далее акции и так далее. Вот, это касается вводного курса. По поводу авторского курса, в текущий момент у нас группа как раз заканчивает теорию и переход к практике, вот, но у авторского курса есть одна особенность, мы не можем взять больше 30 человек. Дело в том, что работа там ведется практически индивидуальная, то есть как в группе, так и индивидуально, поэтому больше 30 человек просто это будет влиять на качество работы, что очень сильно бы не хотелось. Вот, набор в авторский курс, ознакомиться точнее с вопросами из авторского вы также можете в группе, но набор у нас будет где-то в начале следующего года, только в январе после праздников. Ну, предварительную заявку вы можете, соответственно, оставить. По поводу авторского курса можете писать как раз в Вне ВКонтакте. Вот, так, Виктор тут пока отвечает. Что еще хотелось бы сказать? Вот как раз на экране вы видите почту, на нее дополнительно можете писать какие-то свои вопросы. Ну, и в принципе, в принципе, так, сейчас я смотрю просто на чат, все, на чат это все отвечает. Друзья, тогда мы благодарим вас за сегодняшний вебинар, за ваше присутствие, за ваши вопросы. Такие вебинары у нас, воскресно-открытые вебинары проходят каждое воскресенье, 18.00 по Москве. Ссылка всегда на них одна и та же, поэтому ждем вас в следующее воскресенье, готовьте свои вопросы. Вот, ну и, собственно говоря, тогда прощаемся до следующего воскресенья. Для участников вводного курса мы через буквально две минуты ждем в группе, то есть в комнате вводного курса. Запись, да, запись обязательно будет, запись будет выложена в группе вот ВКонтакте. То есть ссылку я скинула в чате. Кто в записи будет смотреть, соответственно, на экране вы сейчас, да, демонстрация у меня идет, соответственно, на экране вы видите ссылку на эту группу, запись будет выложена там. Так, все, на вводный курс попасть, написать на почту. А как попасть на вводный курс, зайдите, пожалуйста, в группе ВКонтакте, там в обсуждениях либо в меню нажмите на вводный курс и, соответственно, прочитаете шаги, которые нужно сделать. Вам необходимо будет отправить скрин рассрочки и отправить запрос на группу вводного курса. То есть шаги несложные, единственное, сделайте, пожалуйста, каждый шаг. Все, друзья, тогда благодарим еще раз за внимание. Всем всего доброго. До следующего воскресенья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok